4 вагона и 254 места. Из Мурманского Апатита лыжная стрела отправляется в субботу в 8.25 утра. До конечной станции электричка доезжает за 3,5 часа. Вернуться в столицу Заполярья можно тем же маршрутом в воскресенье вечером. Такое расписание составлено специально для любителей горных лыж и сноубордов. Проверить удобство маршрута на себе решил и руководитель областного комитета по туризму Максим Бугаев. Горные лыжи родная для него стихия, ведь детство госслужащий провел в Апатитах. Сегодня у нас тестовый режим, мы запускаем, чтобы мы проанализировали все наши моменты по трансферту и с автобусом, и именно с горнолыжкой. В целом этот момент для нас очень удобен, но для меня тоже, поскольку не надо ехать за рулем, и поскольку можно обратно так же комфортно уехать, не уставая в дороге. Оказываются меры поддержки из бюджета. В Мурманской области частично субсидируется этот маршрут. Соблюдены все эти льготы на пригород, которые подразумеваются постановлениями Мурманской области и федеральным скандалом. Школьники, студенты 50%. Билеты на электричку можно приобрести через мобильные приложения или в самом поезде. Безналичный расчет предусмотрен. Провоз спортивного снаряжения бесплатный. Из-за пандемии пока на пригородный поезд разрешено садиться только жителям Заполярья. Контролер проверяет паспорт. Пассажиров в Мурманске село немного. Видимо, спортсмены еще не прознали про лыжную стрелу. Но ничего, на пути еще несколько остановок, скорее всего, народ наберется. И действительно, лыжники подтянулись. Некоторые собрались с семьями. Очень удобно, быстро доехали. Сейчас поедем кататься на лыжи. Учим сына, на лыжную, так сказать, спорту приобщают. Через 15 минут после прибытия электрички в Апатиты подъезжает автобус номер 131. На нем лыжники смогут добраться до Кировска. Лада Егорова, Павел Третьяков, ТВ21+. Субтитры создавал DimaTorzok